Дворцу творчества детей и молодежи исполнилось 45 лет. Мы продолжаем рассказывать о ярких страницах жизни нашего общего дома. Летняя оздоровительная кампания – это одно из главных направлений деятельности дворца. Лучшей традицией, заложенной во времена активной работы пионерской организации, подхватила ребячья губерния «Радуга». Новый проект на долгие годы объединил многие поколения зареченцев. Каждый год легенда, появившаяся в губернии, обрастала новыми подробностями, достижениями и событиями. Нам здесь очень весело, проходит много интересных мероприятий, спортивных, интеллектуальных, много дискотек. В общем, скучать нам не приходится. Гривны зарабатываем. Для того, чтобы можно было сходить в лавку Марфы или купить что-то на аукционе. У нас воспитатели молодые и очень хорошие, с ними очень интересно. Они нас так понимают и делают нашу жизнь еще интереснее. Современная история детского отдыха пишется в самом живописном месте Светлополянского лесничества. Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» – это место, где хотя бы раз отдыхал каждый ребенок. Уникальность этого лагеря в том, что комфорт, уют и современная инфраструктура прекрасно сочетаются с методически грамотными программами летнего отдыха. Этим и объясняется огромное количество желающих попасть в «Звездочку» и необыкновенная любовь детей к этому лагерю. Детское творчество – это особый мир, где ребенок познает себя, свои возможности и все, что его окружает. Поэтому особое внимание уделяется работе с самыми юными жителями города. Многие годы на базе дворца существует студия раннего развития. В момент создания она носила название «Капельки». В наши дни студия выросла до Академии волшебников. Благодаря своим опытным наставникам, малыши, которые приходят на занятия, делают первые шаги в творчестве. Многие из волшебников после окончания обучения не расстаются с дворцом, а приходят в другие детские объединения. Большой популярностью среди ребят пользуются объединения естественно-научной направленности. В 2007 году во дворце творчества открылся долгожданный зеленый терем. С тех пор, как в Доме детского творчества шили этого мягкого кота, он ничем не отличался от других игрушек. Но совсем недавно все изменилось. Теперь он – талисман. Талисман нового зеленого терема, построенного для ребят, которые занимаются в кружках натуралистического отдела Дома детского творчества. По всем приметам должен первый войти кот в дом новый, да? И вот у нас Леопольд ходит своими мышками в этот дом. 11 января состоялось торжественное открытие зеленого терема. Когда мы до этого в нем работали, было там очень тесно, неуютно. Когда мы переехали, и птицам, и зверям очень просторно стало. Мне очень нравится этот кружок, работать со зверми, общаться с ними. Дом тоже очень красивый и уютный. Доброту педагоги Дома детского творчества будут воспитывать не только у своих кружковцев. В зеленый терем запланированы различные экскурсии для ребят из начальных классов школ города и детских садов. В общем, с появлением нового дома для животных и растений у руководства Дома детского творчества связано очень много планов. Под своей крышей он объединил всех, кто неравнодушен к живой природе. Ухаживая за растениями и животными, ребята учатся быть добрыми, ответственными и милосердными. За долгие годы на базе дворца создан музейный комплекс, который помогает вернуться в прошлое нашего города и нашей большой страны. В 2008 году открылся музей истории образования. Работа по подбору экспонатов велась на протяжении 8 лет. В день открытия перед зрителями предстали огромные книги, на страницах которых можно увидеть историю образования нашего города. Отдельная экспозиция посвящена истории пионерской организации в нашем городе и профильной смене лагеря «Ребячий губерния Радуга». Историко-краеведческий музей «Пензенский край сквозь века» существует с 1967 года. С 2011 года он находится на базе Дворца творчества детей и молодежи. Благодаря воспитанникам археологического объединения и работе многопрофильного лагеря «Юный эколог России» экспозиции музея постоянно пополняются. Ребята выезжают на раскопки, где под руководством опытных педагогов ведут настоящие археологические исследования. Что касается этих ребят, то когда они участвуют в экспедиции, результаты всегда более интересные. С ними работает такой профессионал, как Винничек Владимир Альбертович, который, как говорится, один из лучших археологов у нас в области. Поэтому у них действительно профессиональная подготовка. Ну и, что очень важно, опять же, для школьников, на мой взгляд, они очень хорошо подготовлены к нашему быту походному. С ними никаких проблем у нас не возникает. И я очень надеюсь, что, как говорится, эта работа у них будет продолжаться, потому что мы здесь планируем работать еще очень долго, и у нас крайняя нужда вот в таких подготовленных людях. К сожалению, в области их не так много. Почти 20 лет существует в студии журналистики «Автор». С 2003 года юные журналисты выпускают в эфир телерадиокомпании «Заречный» 15-минутную передачу «Лестница». Эта лестница не раз фигурировала в сюжетах и была свидетелем работы начинающих операторов, журналистов и ведущих. Наша передача уникальная. Мы делаем ее сами. В своих сюжетах мы рассказываем о жизни нашего общего дома, о событиях и мероприятиях, которые проходят во дворце. Но при этом нам интересно все, что происходит вокруг. Мы любим путешествовать и рассказывать нашим зрителям о том, что увидели сами. Поэтому в наших сюжетах всегда есть место спортивным и культурным мероприятиям, акциям и событиям, которые происходят в городе, области и стране. Вы как раз тот самый редкий случай, когда мы были настолько приятно удивлены, что такой высокий уровень. Вчера уже коллега Саша Кобыльского говорил, что вы как хотите, но этот уровень выше нашей профессиональной телестудии. Товарищ, вы меняете формат работы. Вам не нужно уже каких-то элементарных азов давать, которые приходится обычно давать на мастер-классах или на встречах с телевизионщиками. Нет, с вами можно говорить о более профессиональных вещах. Это всегда интереснее. Так что вы большие молодцы. Я хочу вам вручить диплом за победу в номинации «Лучшая телестудия фестиваля». На протяжении 45 лет этим домом руководили надежные, ответственные люди, которые делали его теплым, уютным и гостеприимным. Благодаря им создавалась дружная команда педагогов, воспитанников и персонала. Первым директором была Нина Федоровна Деревянных. Позже этот пост занимали Любовь Павловна Сидоркина, Рейса Степановна Изосина, Людмила Яковлевна Кислякова. Почти 30 лет хозяйкой нашего дома была Любовь Михайловна Блиничкина. Ее на посту сменила Ирина Анатольевна Сизова. Каждая из них внесла свой вклад в историю и развитие нашего дома. В начале этого учебного года директором стала Елена Анатольевна Терехина. Мы желаем ей успехов в управлении Дворцом творчества детей и молодежи.